Всем здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен платному контенту, который появился буквально недавно. Он второй по счету. Платный контент для Сёгуна. И называется он Сингоку Дзи Дай. Сейчас мы его посмотрим. Немножко затронем предыдущий контент ИКУ ИКИМ. Итак, запускаем сам Сёгун. В правом нижнем углу вы видите шильдик, магазин Steam. Собственно, нажимая его, вы переходите на страничку магазина в Steam. Сейчас загрузятся картинки и сам вот этот платный контент. Перед вами появятся два загружаемых контента. Это ИКИКИ, клан, который доступен в мультиплеере, во всех спецификациях мультиплеера. И вот контент, который появился, по-моему, 28 или 29 июля. Второй по счету. Сингоку Дзи Дай. Этот контент добавляет не клан, а юнитов. Общее количество добавленных юнитов. 10 штук. На самом деле их чуть-чуть побольше, их 11, но для тех, кто покупал Сёгун, так сказать, дешевую версию, не коллекционку, у того 10 будет. А кто с коллекционкой, у того 11 будет, потому что там добавляется герой Сахей с нагинатами. Вот по стоимости вы сами можете увидеть. Первый контент, это почти 5 долларов, ИКИКИ стоит. И второй контент, который недавно вышел, мне кажется, он намного лучше, интереснее. Стоит 3 доллара и 25 центов. Все вы можете добавлять в корзину и покупать с помощью банковской карточки, если она у вас есть, вбивая номер и такой специальный CVC-код, который состоит из трех цифр, обычно он на задней стороне вашей кредитной карточки или обычной банковской карточки. Либо с помощью веб-мани. Так, ну ладно, давайте сейчас, собственно, посмотрим вот эти юниты, которые появились у нас дополнительно. Так, создадим классическое сражение, потому что сразу все видны юниты, и будем по порядку их рассматривать в том порядке, который презентовала Креатив Ассамблей. Начинает она презентацию с клана Датэм, и у них появился в этом клане вот какой юнит. Это, значит, самурай. Это самурай в тяжелых доспехах. Вот что о нем пишет, собственно, Креатив Ассамблея. Значит, они способны противостоять мушкетному залпу и выйти из него победителем. Ну, действительно, у него броня такая же, как и у самурая с нагенатами. В принципе, да, но вот защита в ближнем бою у них 9, вот, а защита в ближнем бою обычных нагенатчиков, которые тоже противостоят залпам и пехоты, и слуками, и степа довольно-таки уверенно. А эти действительно чудесные показатели у них защиты в ближнем бою. Так, и броня, естественно, хорошая. И против всадников, посмотрите, какой показатель. Просто зашкаливающий 25, не дай бог, всадникам напороться на этот юнит. Но, эта броня, это, конечно, большой плюс, но есть минус. Это маленькая скорость передвижения. И весьма посредственная рукопашная атака. Но зато они могут долго держаться в рукопашной схватке. Собственно, так описывает Креатив Ассамблей этот юнит. За счет своей защиты в ближнем бою. Да, этот юнит, я думаю, будет пользоваться, так сказать, спросом. Будут его использовать. Но, мне кажется, при казне, допустим, мультиплеере, меньше 10 тысяч, точнее, в 10 тысяч, это лучше его не использовать. 14 и выше тысячи, да, этот юнит будет пользоваться интересом. Действительно, хороший юнит. Вот тут можете посмотреть кое-какие характеристики для него. Но, уступает он Ассахим по, так сказать, боевому духу, атаке в ближнем бою. Ну, и у него немножко, наверное, другая специализация против, как-то, кавалерий наверняка. И броня у него большая. И против стрелковых отрядов он очень хорош будет, очень. Его можно прям управлять смело. Конечно, не в одиночку. Хороший юнит, мне нравится, да. Так, следующий по презентации от Creative Assembly идутся Сахеи. Это марафонские Сахеи у клана Усэги. Но, хочу напомнить то, что этот юнит будет доступен только для тех, кто приобрел Ико-Ики. Если Ико-Ики не приобрели, он у вас не будет. Так пишет Creative Assembly. На деле, я не знаю, как это проверить. У меня Ико-Ики есть, значит, и, соответственно, этот есть. Вот он, этот юнит. Он стоит 1000 рублей. Их меньше, чем Сахеев. Монахи-бегуны, они называются. Их меньше, чем Сахеев. Они тоже действительно хороши. Вот, у них есть, значит, способность. Второе дыхание. Вот, она частично восстанавливает запас жизненных сил всех войск, оказавшихся неподалеку, что позволяет им дольше сражаться. Действительно классная способность. И боевой клич, как у Сахеев. Весьма здорово. Но, 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 по характеристикам. А так, в ближнем бою у обычных Сахеев больше, у этих поменьше. Так, все то же самое. И количество их чуть-чуть поменьше. Но, за счет их способностей, их можно брать. Да. Я думаю, тоже будут использовать этот юнит. С учетом того, что он стоит на 50 рублей дороже всего. Будут использовать его, как бы, на втором плане. Чтобы он в втором ряду стоял и включал свою суперспособность. Вдохновляя соседние отряды. А потом уже, при необходимости, бросать его в пекло. Да, думаю, будут использовать этот юнит. В принципе, нормальный. Ну, как описывает креатив эсэмблей, хороши рукопашные. Хороши против всадников. Они, да, это классно. Следующая по презентации идет, значит, Ходзио. Тут клан специализируется на пушках. Вот, значит, юнит добавился переносные мортиры Ходзио. Ручные мортиры, они так называются в презентации. Так, значит, они могут ввести огонь навесом над головами наступающих солдат, способных стрелять даже через холмы. Это, как пишет креатив эсэмблей. Высокий угол обстрела позволяет отковать юнитов со стенами и другими построениями. Ну, их очень мало, они уязвимы. Низкий боевой дух у них крайне уязвимы для кавалерии. Я думаю, кто играет в компанию, в аватаре, кто использует пушки. Да, весьма интересно для вас будет, потому что, смотрите, дальность у него очень высокая. 300 шагов дальше только у Манганели и пушек. Я думаю, это будет интересно для тех, кто играет в компании, в аватаре. По правилам используются, если там дозволено между соперниками использовать пушку. Так, дальше идет у нас клан Симадзу. Симадзу специализируется на мечниках, а самураев с катанами очень классные они здесь. И что у них здесь добавилось? Добавились у них, значит, мушкетера Симадзу. Ну, здоровский юнит, на самом деле. Ну, что его отличает от других стрелковых огнестрельных отрядов? Это дальность. У него больше дальность. Если у самураев степа классный юнит, просто очень востребованный везде и в классике, и в аватаре, то у этого дальность чуть повыше, 125 шагов, но... Так, но тут есть небольшое но. Тут пишет, что перезарядка одинаковая. Да, но их меньше, их существенно меньше. Но за счет их дальности можно выманивать противника на себя и вести, как бы, так сказать, диктовать свою игру. Я думаю, будет юнит в острове, но, опять же, это наверняка лучше использовать этот юнит, если вы играете в мультиплеер, свыше 10 тысяч, наверное. Это 14 и выше. На 10 тысячах лучше, наверное, его не использовать. Так, ну, так весьма посредственно, мне кажется, юнит. Потом переходим к лану Мори, который специализируется на морских баталиях. Вот у них, значит, появились пираты в Аку Мори. Значит, это юниты с мечами, с катанами. Что их отличает от сумураев с катанами? Значит, защита в ближнем бою у них побольше, 7. Да, численность точно такая же, но поменьше броня и натиска чуть-чуть поменьше. Они могут прятаться, у них есть суперская способность, они могут за пределами разворачиваться и передвигаться незаметно. Тут самое главное не спалиться, чтобы его не загасили. Потому что наверняка он уязвим очень для кавалерии, как и пишет Creative Assembly. И для оружейного огня и стрел. Да, я думаю, этот юнит будут использовать везде за счет его низкой стоимости. Действительно классный юнит, а на 14 тысяч, так его вообще, наверное, все полюбят. А, значит, дальше клан идет у нас Татугава. Татугава. А тут пошли уже конные юниты добавились дополнительные. Это значит конные стрелки Татугава. Тут его не с чем сравнить, потому что это первые стрелки, которые стреляют с помощью ТЭПа своих ружей. Классный юнит, я уже его опробовал, но действительно просто превосходный. Можно по флангам так обстреливать, а если соперник не имеет кавалерии, бывают и такие. Можно уверенно диктовать свою игру. У него перезарядка 25, это весьма хорошая. Но на самом деле она будет намного ниже, как и пишет Creative Assembly, потому что юнит всегда двигается. Это конный. Атака, отскок, атака, отскок. И поэтому перезарядка будет казаться очень маленькой. Ну, юнит просто обалденный, классный. И вот этих самих солдатиков, такое же количество, как и Великой Стражи, и как Всадников с Катанами. Я думаю, это будет самым популярным юнитом среди вот этих дополнительного контента. Так, дальше у нас идут разбойники. Это клан Хатори. Лан Хатори, который может разворачиваться за пределами. Тут практически все юниты могут разворачиваться за пределами поля. Собственно, вот они, эти разбойники. Это луки. Их такое же количество, как самураев. Самураев с луками. Так, ну, наверное, их корректнее все-таки сравнивать со сигару с луками. Боевой дух у них побольше. Меткость получше. Меткость получше. Но их, видите, их меньше, а самураи с луками лучше. Так что, ну, весьма посредственный юнит, на самом деле. Только за счет своей перезарядки и боевого духа, может, они как-то будут вытягивать противника. Так, ну, тут пишут из кратикса, что могут стрелять из укрытий. Возможность скрытого передвижения. Слабые воркопашные уязвимы для кавалерии. Ну, это все стандартно. Мне кажется, этот юнит не суперайс, так что не будет он пользоваться спросом. И сам вообще клан Хаторит забанен, потому что, ну, действительно, разворачиваться с пределами как-то не суперайс. Многие не воспринимают это. Так, дальше у нас идет клан Ода. Так, Ода. И тут появились у него пики, у этого клана. Вот, это Асигаро Ода с пиками. Это, значит, Асигаро с длинными копиями. Против кавалерии это просто супер будет. У него, посмотрите, против садников вся шкала заполнена 30. Не дай бог садниками напороться на этот юнит. Также, по сравнению с Асигаро обычными, да, с копиями, у них все показатели чуть-чуть повыше. А Асигаро с копиями у Оды тоже очень хороши. А эти повыше, так что этот юнит действительно будет пользоваться спросом. Будут его брать, не просто только обороняясь от кавалерии, но также и в конце битвы могут его пустить в рукопашную. С катанщиком, конечно, они проиграют, но в зависимости от количества и ситуация как будет складываться. Так что, я думаю, будут использовать этот юнит довольно-таки хорошим. Вот, посмотрите, характеристики. Все практически больше. Вот, и броня больше, и атак в лишнем бою больше. Классный юнит, и стоит, ну, на 100 подороже, но будут его использовать на всех видах казны. Так, дальше у нас идет, значит, кавалерия Токеда. Это огненная кавалерия добавилась, значит. Сейчас посмотрим эту кавалерию. Вот она, она действительно такая красненькая. Вот, ее тоже, наверное, не с чем сравнить. Ну, как не с чем? По всем показателям она, в принципе, выступает от Великой Стражи. Но я, как бы, решил протестить и направил Великую Стражу на эту огненную кавалерию. И знаете, Великая Стража победила, сразу забегая вперед, но она понесла просто громаднейшие потери. Вся там красная, вся замигала. Вот, Огненная кавалерия, конечно, убежала там, но держалась достаточно уверенно. Вот. Классный юнит, будут его использовать, я думаю.